В микрорайоне Зенина во время празднования Дня Соседей проходила встреча с жителями в формате выездной администрации. На вопросы Люберчан ответил глава округа Владимир Волков, руководители структурных подразделений и депутаты. Подробнее расскажет Богдан Колесников. Проходим по одному! Мы начинаем! Проходим через болото! Для маленьких жителей подготовили развлекательную программу с подвижными играми и сладостями. Отличные мастер-классы. Малышка еще маленькая, но ей уже очень интересно. Слепили мороженое. Будем есть. Держи. Бегали, прыгали на конкурсах, были. Здесь круто. Вот бы такие праздники были чаще. Посмотрите, какие эмоции передают эти глаза. Глаза родителей, глаза детей. И вот то, что вы видите, это на самом деле собрано силами нас и наших соседей, наших активистов, нашей молодежи. Все абсолютно безвозмездно пришли и пытаются помочь людям получить яркие эмоции. Кроме того, что и здесь, мы вечерами собираемся, играем в футбольные команды, проводим время именно в спорте, в досуге и в общении с нашими соседями. А поблизости взрослые решают насущные проблемы. Во дворе 28-й школы работает выездная администрация. Здесь 10 метров бетонной стены перепад. Здесь поднятие дороги на улице Заречной, где растет инфраструктура. И вот наша СНТ оказалась в замке. То есть, если сейчас не сделать тех или иных каких-то действий на первом этапе, да, но через год, через два, я скажу вам, что у нас люди утонут. Семья Каневых проживает в Зенине с 16-го года. Микрорайон молодой, развивающийся. Уже в сентябре на Озерной улице откроют детский сад на 140 мест, а в 26-м – школу. Запуск движения по северо-восточной хорде улучшила транспортную доступность. Но жителям расположенных рядом с магистралью домов ночью не до сна. Шум большой. Экранов нет. Мы испугали, что квартиру недавно купили, и появилась дорога, и появился очень большой шум. Дети маленькие, окна выходят на дорогу. Окно открыть вообще невозможно. Не, правда, серьезно. Ну, нас заверили, что всё будет доделано, всё будет на высшем уровне, можно сказать. На встрече обсудили вопросы развития социальной инфраструктуры, содержания дворов, предоставления земельных участков льготным категориям граждан и открытие парка «Дружбы» на Чёрном озере. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.